привет всем вещаем прямо из зеркала меня зовут никита передо мной классный дизайнер андрей турков вот и сейчас как раз нас делал профессии дамам пару вопросов которые меня в голове является важным для любого дизайнера слушай первый вопрос андрей как куратору конкурса комиксов и манги мне это интересно а как ты пришел дизайну это было сложно и долго давай так прямо от от своей любви рисовать или не рисовать в подростническом возрасте любви с и прямо до момента когда ты работал дивногорска вести на горстом прям как далеко так далеко но в детстве я сильно если честно нет я рисовал кстати в детстве я помню в детстве была такая идея я записывал покемонов на кассету на старую потом короче воспроизводил ставил на паузу и там тетрадки у себя перерисовывал вот этом это первое когда нарисовал детстве после этого как-то все закончилось я больше такой в технический склад от ума ушел математикой то заниматься физикой в универе этого ничего не было у меня тоже на матфаке учился потом уже когда я стал работать после университета я установил себе фотошоп и начал в нем просто тыкать и разбираться в свободное время вперед универа как раз нет это не вперед универа тоже было когда я уже работал где работодатель тогдашний не смотрит сколько было лет нам вперед так это было наверное 5 лет назад где-то даже 6 то есть 25 26 лет примерно ну да там у меня до этого были там другие тоже работают вот но когда я там на одной сидел у меня было время свободное я начал что в фотошопе ковыряться это мне показалось интересным начал там смотреть всякие ролики на ю тубе как делать какие-то вещи и ну и первое началось это как наверно как у всех со знакомых там которые чуть не какой-то проект интересно они начинают его делать им нужно нарисовать мне знакомый сайт делал очень странный вот он мне попросил там какие-то баннеры которые главные выскакивают там нарисовать ну я попробовал нормально вроде было потом что у меня пауза какая-то была потом я начал прям серьезно стараться перейти вот я в общем ушел я с работы я перешел на филанс я работал репетитором вот и у меня было много уже свободного времени я дома в свободное время сидел изучал пытался рисовать понимал что читал много про это понимал что можно как-то опыт и набираться потому что просто так рисовать когда у тебя никакой отдачи обратно нет ты не понимаешь хорошо ты это делаешь или плохо ты это делаешь то есть чисто сам со стороны никто тебе ничего не говорит я начал на разных интернет ресурсах пытался там конкурсов таких есть сайт какого дизайнер называет про это еще задам вопрос ну вот как потихоньку из тех пор я уже где-то 4 года назад я уже начал этим более серьезно слушая а вообще можно обучиться дизайну стать хорошим дизайнером исключительно через интернет прям от а до я только онлайн ну приобрести какие-то навыки думаю да но дизайнер это же не только вот умение рисовать фотошопе там иллюстраторы и так далее это общение с людьми общение заказчиками тесные взаимосвязи которые то есть ты там и дизайнеры маркетолог тебе должно быть много каких-то элементов чтобы стать дизайнер то есть правильно понимаю что творить только обучать через интернет ты сможешь научиться но зарабатывать именно жизнь имеет только опыт через интернет ты не сможешь почему сможешь но это будет сложнее потому что сейчас есть много если ты фрил как дизайнер фрилансер то ты вполне можешь да чисто на переписках есть определенные сайты на которых то есть ты визуально не аудиально заказчикам не контактируешь то есть у вас все на переписках поэтому вполне думаю да можно какой уровень только это будет потому что это сложно этот я думаю это сложнее заниматься так не взаимодействует с людьми потому что ты заказчика тебе сложнее понять его когда ты тет-а-тет на не с ним разговариваешь ты видишь его там реакции на определенные твои там то что ты показываешь нарисовал презентацию там кто-то показываешь ты видишь реакцию в чатике ты это не увидишь ты можешь интерпретировать по разному фразу нет я имею длинных раз вопрос обучения возможно ли обучиться дизайнер исключительно через интернет дают можно чему-чему только у нас нельзя у нас на youtube есть все обучиться всего у меня есть еще классный знакомый тоже он тоже рисует очень классно его звать богдан тимченко возможно принес слышал и очень классно что типа он начал увлекаться рисованием 22 23 года когда еще был студентом и оканчивал последние курсы и просто не щелкнула и начал рисовать просто захотел и ты это поймаю начал тоже не в подростничестве не в юношестве а тоже в осознанном возрасте это типа что вообще не имеет разницы сколько тебе лет важная штука что любить и интересоваться то чем ты занимаешься ты можешь делать в любом возрасте слушай еще такой вопрос а вот у меня в комиксах зачастую работать люди командами то есть есть парень который пишет сюжет есть команда художников коротчать за фон за перспективу за портрета и так далее а вот в агентстве чем ты занимаешься у тебя направлении этом всем какого-то конкретного нет то есть не у я не узкоспециализированный какой-то дизайнер наверное сейчас уже он должен потихоньку мне все то есть меня могут там попросить сделать анимацию какую-то могут попросить сделать там плакаты логотип либо разработать полноценную прямо идентику до какой-то компании такого нет то есть сейчас у меня некоторые коллеги они умеют работать вообще по всем то есть они 3d анимация и 2d все полный комплекс так гораздо проще работать потому что тебе удобнее тебе не нужно там привлекать стороннего человека на какую-то небольшую задачку а расскажи вот на старте на чем можно сэкономить или же как тебе может облегчить жизнь начинающий дизайнер и лайфхаки для дизайнера лайфхаки для дизайнера до для начинающего ну да я думаю вот тратить на курсы деньги я отлично не ходил на курсы я изучал самостоятельно по ютубу по каким-то статьям в интернете также находил там списки книг для дизайнеров какие-то себе более менее интересные выделял читал их вот а потом как-то я решил пойти на курсы на красноярске не буду говорить какие я сделал там заплату все пришел начинаю слушаю лектора я понимаю что я это все знаю я потом подошел что поговорил посмотрел я понимаю что мне это уже ничего не нужно все это все как бы сам увидел в интернете сам научился всему у нас пару вопросов где вы черпаете вдохновение может быть есть какие-то дизайнеры и сайты да вот есть какие-нибудь опыт референсов который прямо сейчас можешь посоветовать и тут же кстати смежный вопрос кто является по вашему мнению на сегодня наиболее авторитетными дизайнерами в россии кто он авторитетный дизайнер артимир левитер естественно особенно с последним что мы сделали да больше я так честно особо не знаю я я когда смотрю в интернете кита референсы я мне просто интересно рисунок и кто его нарисовал как-то если честно не сильно это как с музыкой ты слушаешь музыку она тебе нравится но ты понятия не имеешь кто ее исполняет у нас из русских не знаю мне нравится у нас есть художник илья кувшинов и шведов тоже а звать шведова как антон чадок илья кувшинов да это наши художники русские но тут же я кувшинов он уже рисовал аниме этот гостин сэшел перерисовывал до нетфликс он круто звучит он очень круто чувак вообще то есть он с нуля добрался до такого же он живет в токио уже там у него выставки свои но он очень круто чувак а чем ты вдохновляешься вдохновляешься именно вдохновляешься когда работают да сложно мне нравится делать красиво из некрасивого мне нравится делать красиво когда я смотрю мне приятно это удобно это интересно не режет глаза когда ты идешь по улице раньше у нас баннеры там всякие висели рекламные и вот хочется чтобы этого не было хочется чтобы все было как-то лакомично красиво и вот не знаю может это движет следующий вопрос смотри у тебя был возраст начал этим увлекаться ну . такая . x а когда это . x превратилась только ты начал зарабатывать этим когда у тебя хобби превратился в работу на года два то есть не потребовалось через два года ты начал оккупаться ну как оккупация не вкладывал это то есть я вкладывал в это только свое время я не вкладывал деньги в это ну кроме как компьютер на компьютере так вот вкладываться деньги я же говорю я как бы не в курсе никакие не брал все на эту то есть только время и только да только время тут тут важно опыт то есть чем больше опыта ты когда делаешь делаешь делать тебе первые работы твои кажется ты сделал круто потом через несколько лет ты посмотрел такой вот ты делаешь как разгорелся с работы делаешь в чем ты делаешь корол фотошоп ким рамки вообще пользуешься всех удар фотошоп иллюстратор ну кишот еще это для 3d рендеров и конечно все лицензионные программы до подписка слушая поговорим о таких мужских игрушках какие самые типа из техники чем ты пользуешься из техники чем ты вот пользуешься и гордишься этим либо же вот смотришь на типа на графический план что ты понимаешь вот его я куплю техники из техники не знали ноутбук только я купался на самое дорогое для меня и все остальное там планшет вакомовский но они недорогие и я как бы я не иллюстратор то есть супер крутой там иллюстратор которым нужны прям действительно хорошие там планшеты высокоточные там не стоит бешеных денег то есть просто ноутбук я обычный windows ноутбук да ну да обычно как хорош мощный чтобы все это могут то есть чтобы у меня мог могли работать сразу три программы которые мне нужно то есть них пусть ввиду смерти ты дома не собирал да нет маком тоже там за 150 тысяч не пользуешься просто обычный рабочий на обычный нет мне так удобно маке я пробовал но как-то пока разберешься а вот есть скажем здание и скажи знаки сайты либо же приложением кими ты пользуешься чтобы вдохновить и посмотреть что оттуда такие самые основные думаю пинтерест у нас самый такой любимый бихан дрибл интерес бихан дрибл да я думаю все но и есть там иностранные студии типа вольф волинс . ты ребят нормально вот если ты после интервью приложишь нам ссылки на все эти видео да да кстати это хорошая идея и снова обратимся теме лебедева что вы о нем думаете я точно не могу сказать местами мне нравится что он делает что он говорит как как человек бренд он он хорош то есть он он продвигает дизайн в россии о нем начинают узнавать можно вспомнить вот эти все дичайшие дизайны бургерных и трое да да об этом начинают хотя бы говорить то есть понятно что это многим не нравится понятно что многие считают что это непонятная вещь как можно было на таком уровне так сделать но это своего образа хайп как последний проект у них которые делали они что-то блиц нас будет дает топ-3 света начинающим дизайнерам то есть если завтра проснулись и решили типа стать дизайнером топ-3 ну это нужно много опыта чтобы стать дизайнером нужно прям набирать опыт набирать набирать делать разум можно себе придумывать заказчиков можно искать настоящих заказчиков там друзей своих нужно у них просить что где что здесь очень сильно важно прокачивать насмотренность насмотренность это нужно много смотреть картинок в интернете все это люди делать но этого нужно делать очень много и смотреть не только хорошие но и плохие картинки и ужасные карте чтобы различать хорошие да со временем это сложно объяснить потому что ты просто смотришь 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 со временем ты начинаешь сознавать что красиво что некрасиво что у тебя в голове просто образы эти остаются и потом когда ты что-то начинаешь придумывать тебя собирается как конструктор лего из разных образов таких которые у тебя были когда-то перед тобой ты можешь собрать что-то свое интересное а расскажи о своем самым крупным заказчики не знаю как фрилансера или как в компании как в твоей жизни как в моей жизни типа которых неважно в роли кого ну и определил самый большой крупный дядька сделай мне все тогда поменьше тогда второго по крупности ну есть ну тоже набережная один из крупнейших да получается а расскажи тогда это своя по-моему свое такое инициатива понятно а расскажи тогда о самом да да про заказы есть обратную сторону хотят узнать заказы которые вызывают отвращение да у меня такой вопрос то как ты с этим борешься видимо боишься я могу немного переформулировать вопрос заказа который реально вызывает вращение который такой нет не хочу им заниматься и самый плохой и негативный твой заказчик расскажи о них у меня таких не было конечно не было да я если честно не помню чтобы были какие-то прям трудности чтобы у меня в голове это отпечаталась нужно уметь договариваться нужно еще один важный совет кстати для дизайнеров это нужно уметь научить нужно научиться воспринимать адекватно критику потому что если на каждое слово что тебе говорят там мне это чуть-чуть не нравится а ты считаешь это каким-то там шедевром невероятным не нужно пытаться прямо доказывать и не нужно уходить там депрессию в какую-то то есть нужно адекватно воспринимать нужно стараться вставать на сторону заказчика и пытаться с его стороны посмотреть на свой же дизайн и понять действительно ли правильно он чем-то недоволен в основном адекватно такого прям что неадекватно то есть если говорить три совета начинающим дизайнер это а работы как можно больше б рассмотрим насмотренность смотри как можно больше референсов перерисовывая подрисовывая их 30 договаривайся и учись договариваться с людьми больше не 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 договаривайся именно уметь воспринимать адекватно то что то есть не обижаться на каждое там слово в адрес своей работы какой-то неприятный алина спрашивает где вы находили заказчиков на фрилансе как вы продвигали себя на фрилансе я сидел на сайте гол дизайнер довольно таки хорошая вещь чтобы не заработать денег чтобы опыта набраться потому что там суть платформы туда приходит заказчик он закидывает туда деньги то есть эти деньги уходят на платформу и открывается конкурс цветы ночь и все дизайнеры которые там сидят начинать скидывать свои работы это работа которая больше всего нравится заказчику он ее как бы берет и тебе за нее падают деньги хорошая вещь денег как бы там сложно заработать потому что там есть чуваки такие довольно таки серьезные сидят которые естественно тебя в этом уделывают но как опыт и там очень важно что там есть ответная реакция на твои вот такой вопрос поговорим о деньгах их нет сколько среднем на рынке получает средний дизайнер начинающий дизайнер и прям хороший дизайнер на рынке в россии на рынке в россии я не знаю московский московских цен я думаю там нормально от это россия не москвы россия не знаю наверное такой средненький 1040 50 для начинающего среднего для начинающий если ты работаешь в какой-то компании то начинающий может получать я думаю 2020 если ты фрилансер все зависит от того как сильно ты любишь спать если ты не спишь совсем то в принципе можно зарабатывать тысяч по 50 но это нужно прям ничем больше не заниматься кроме этого надо много работать много искать много много рисовать тут для начинающих проекта они даже кажется какой-нибудь простой он затратный по времени кажется что легко потом когда у тебя этого более-менее кита на автомате и ты не задумываешься о том как ты что-то делаешь там уже быстрее и проще хорошо смотри программа знающий плюс минус 20 средний уровень 40-50 но тогда да я думаю нет предела я думаю можно зарабатывать безумные деньги у нас есть я бы сказал что конечно дизайнер по красном пас ой по красном пас очень крутой очень хороший пример да что-то нет верхнего потолка я думаю он зарабатывает там миллионами и ну просто таланты просто у нас оказался в свое время да у нас очень похоже на работу по краса как раз вот вьюшем бразерс да я знаю блин очень классно выглядит и очень у нас врах у нас проходил кстати в городе биханцев я помню приходил смотрел там парень расскажу хорошо это важен ли талант в этом деле да я думаю талант в любом деле довольно важен но необязательным ну да окей ну как бы можно можно усилием просто усердием трудом можно добиться я думаю довольно серьезно талант тебе просто поможет быстрее как-то чтобы тебя увиделись выделиться среди остальных побыстрее будет я я даже переформулирую как вы искали клиента как вы ищите клиентов и продвигаете да ну я не знаю меня как-то клиент сами находят знакомые которые знают что я занимаюсь мне там иногда периодически мы даже сейчас работаю на основной работе периодически мне пишут или звонят и просят что-то сделать то есть сарафан в большей степени то есть я пробовал заниматься инстаграм честно но для меня это трудно это нужно в это нужно много времени опять таки вкладывать чтобы делать постики в инстаграм чтобы развивать тот же бехэнс как портфолио но мне если честно бехэнс как портфолио что-то не сильно помогало то есть скидывать кому-нибудь для показ своих работ да круто но чтобы искать там прям заказчиков они там особо не обитают там основные дизайнеры те же самые фотографы иллюстраторы сидят смотрят на работу друг друга заказчики мы не можем говорить про плохие заказчиков и протектором был негативный опыт работы а расскажи про своего любимого заказчика торт кого-то он был классный либо же про любимый проект любимый проект на который я был ближе всего ну у меня были ну про набережную дивногорска не будем мне понравилось это было круто экспириенс вообще отлично расскажи вообще про найдите дивногорска два слова катя там была роль и что-то для набережной дивногорска я делал навигацию я делал там стенд такой с картой и указатели помимо набережной можешь еще выделить что тебе запомнилась может работа быть и не яркой не сам и совершенно на но работать с человеком и работать в знаков не понравился антуре ума для нашего местного я делаю вот я делал да 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 я делал там у них наука 0 плюс проходили у них там тусовка была такая научная я делал персонажа это я первый раз наверно когда я делал персонажа это было круто там такой робот он разный можно зайти посмотреть на него тоже будет ссылка что-то горит что-то подразумеваешь под тем когда веришь дело робота но придумывал рисовал ну то есть благ эта задача придумать персонажа которого там везде разве развесить и он должен быть такой трансформируемых что у них в конторе на направлении научных очень много и он должен трансформироваться под каждую из них и вот у нас получился вот такой вот чувачок забавно не понравилось это было круто еще были работы я как-то работал в логомашине может кто-то и знает на это в общем компания русская наша которая они делали очень много логотипов в свое время то есть них изначально было так что они на поток поставили у них было много дизайнеров и они сделали очень много заказов и это было недорого сейчас они я так понимаю переквалифицировались уже они берут крупные такие серьезные заказы вот и там это мой наверное первый опыт работы в компании когда у тебя есть арт-директор который может тебе помогать подсказывать и направлять это круто когда у тебя есть человек который гораздо опыт на тебя и который тебе помогает в этом оказывает показывает ошибки направление как что-то неправильно почему это неправильно почему это круто вот это хорошо это в фрилансе это сложно найти наставника на фрилансе ты слышишь ответ только заказчика заказчик в этом особо не понимает он говорит чисто на своих чувствах каких-то на своих ощущениях круто когда у тебя есть наставник именно который тебя подсказывает по делу я был наставник или ты сам только через опыт пришел все само но опыт в логомашине мне очень сильно помог сколько во время у тебя был наставник из логомашины так сколько я там работал что-то 80 я заметил как у меня вот работы изменились до этого и после этого те ощущения другие понимания что это ваш опыт ваш неправильно то есть можно еще четверто выделить для начинающий дизайнера важен еще и наставник но наставник это просто поработать какой-то дизайн студии но он ускоряет твой рост да да это гораздо быстрее получается потому что ты ошибки не сам пытаешься свои найти не самых переработать как-то для себя тебе помогать просто говорят конкретно вот это вот так делать не нужно потому-то потому-то которые работают начинающим сайт страны но он работает если он работал не такой уж и странный наш чем можно экономить как можно вытаскивать деньги на ровном месте как может договариваться какие-то какие-то секретные вещи которые лежат не на поверхности я считаю что я еще не сильно долго работаю дизайн поэтому я прямо так таких супер лайфхаков не могу сказать но сложно но готовить на гладилий доске это круто и жарить яичницу на утюге спасибо совет совету дизайнер когда-нибудь пригодится когда денег на плиту вот типа какие-то особые штуки которые вообще не на поверхности и ты пока и сам не можешь сказать правильно ну думаю да большинство уже сказал все что я считаю нужно так прям что так вот хоп и чтоб тебе супер там все быстро помогло такого мне кажется не бывает все 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 через через боль и страдания приходит особенно у дизайнеров то есть слово правки потом будет в кошмарах снится сколько раз по правкам сколько раз ты допускаешь правки своих работ да зависит от проекта ну вообще стараюсь делать пока ну допустим в компании которые работают как бы у тебя нет вариантов других ты будешь делать пока все не будет прекрасно то есть будет отлично когда клиент все будет нравится да да и все тогда да так ты будешь делать хоть в миллионах то есть правок бесконечно может быть лишь бы лишь бы это было оплачено оплачено и но адекватно понятно что он голубого у меня чуть-чуть другую сторону как бы ты неадекватно а когда вот по неадекватно понимаю что клиенту нужно говорить нет либо компания когда понимает что клиенту пожалуй проще лучше сказать нет за компанию не могу говорить это говорит на директор а директор но у нас такого не было у меня лично ну стараешься как-то понять сложным когда ты видишь очевидно это там что нет не нужно делать колесо квадратной машины это же очевидно для всех вот когда такие какие-то подобные моменты ты видишь тогда ты начинаешь но ты не говоришь там нет я не буду этого делать ты нужно это объяснить всегда каждый свой каждое свое действие в дизайне нужно заказчику объяснять почему-то ты сделал так почему у тебя такой цвет почему у тебя такая форма почему ты вот здесь сделал так почему ты это поставил в это место и так далее а часто отличаются неадекватные заказчики не знаю у меня нет может у кого-то и часто ну на этой позитивной ноте они 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 не адекватно заказчиках давай уже сказано но необходимо ли необходимо ли дизайнеру приводить в порядок свои личные соцсети делать красивое оформление выкладывать работы или можно обойтись например рабочим аккаунтом ну по-хорошему нужно делать все если ты успеваешь все это делать то ты супер молодец есть успеваешь вести инстаграм контакт как я не рассматриваю для этого инстаграм чё там фейсбук у нас тоже как не строят фейсбуком особо не пользуюсь но на самом деле там довольно нужно там есть тоже аккаунт behance это как портфолио это гораздо проще показывает скинуть тебе ссылку стоями работами которые ты уже там все причесал все хорошо чем постоянно эти картинки в почте пересылать думаю да по возможности нужно заниматься вопрос только во время ну да всем спасибо спасибо на все ссылки которые были упомянуты мы приложим записи либо же выложим отдельным постом все